Производство продолжений успешных фильмов в Голливуде давно поставлено на поток. В кассовом плане безопаснее выдать продолжение к уже успешному фильму, чем играть в рулетку с чем-то оригинальным. И как бы зрители не ругались отсутствию новых идей, в кинотеатры они тоже на продолжение идут гораздо активнее. Естественно, многие серии фильмов теряют популярность со временем. И после очередного продолжения вдруг что-то идет не так. И следующий фильм уже проваливается. После чего такую серию откладывают на дальнюю полку на несколько лет и успешно перезапускают. Иногда правда не очень успешно. Но есть и уникальные серии, которые не теряют популярность со временем. А иногда эта популярность даже растет на четвертом или пятом фильме. Есть даже такие, кто уже ушел за 30 фильмов в одной франшизе и останавливаться пока не собирается. Хотя сбои конвейеры начинает давать. В любом случае в истории кинематографа не так много франшиз, которые в течение 30 лет пользуются у зрителя огромным успехом. Есть невыполнимая миссия, но ни один фильм франшизы не брал в прокате миллиарда долларов. Как и у какого-нибудь Индианы Джонса. Может быть новый фильм исправит это недоразумение. Есть Форсаж, но хотя эта серия и брала в прокате больше миллиарда, у нее имеется кассовый провал. Естественно кроме уже упоминавшегося Марвела на ум сразу же приходят Звездные войны. Здесь фильмы брали и миллиард долларов и даже два. Но у Звездных войн тоже есть кассовый провал. Пусть он и является спин-оффом основной серии. И сегодня хотелось бы вспомнить об одной франшизе, у которой нет кассовых провалов. Серии, которая стартовала с фильма Парк Юрского периода в 1993 году. Роман Майкла Крайтона Парк Юрского периода попал на прилавки в 90-м году и быстро стал бестселлером. Так как Крайтона уже неоднократно экранизировали и многие его книги становились бестселлерами, еще до попадания Парка на прилавки в писателя стали бросать деньги голливудские студии. Больше всех бросил Стивен Спилберг из студии Universal. Они заплатили за права полтора миллиона долларов и еще 500 тысяч за то, что Крайтон попробует превратить книгу в сценарий. Первоначально Спилберг хотел использовать в фильме наработки Фила Типпета. То есть динозавры в Юрском парке должны были оживать с помощью технологии стоп-моушен. Более продвинутый вариант того, что использовалось еще в фильмах 60-х. Работу Типпета можно увидеть в Звездных войнах или том же робокопе Пола Верховена. Типпет собрал даже тестовые сцены для Парка Юрского периода. Увидев то, что получилось, Спилберг чуть не отказался снимать кино. Ни о какой реалистичности речи не шло. И добиться ее не могли даже используя стандартные приемы вроде легкого размытия или темноты. На помощь пришли специалисты студии ALM, которые первоначально должны были в фильме отвечать за обработку аниматроники из топ-моушен-анимации. За аниматронику отвечал Стэн Уинстон. Когда Спилберг стал посыпать голову пеплом, специалисты ALM предложили попробовать вариант с компьютерной графикой. Стивен отнесся к предложению скептически. Он видел на что способны визуальные эффекты в молодом Шерлоке 85-го года, на котором был продюсером. Потом смотрел Бездну, но все это было совершенно не тем уровнем, который был необходим. Второй Терминатор на тот момент еще не вышел и разрабатывался параллельно с Парком Юрского периода. Так что на его достижения режиссер посмотреть не мог. Для того, чтобы убедить Спилберга, была сделана тестовая сцена с бегущими по полю динозаврами. По легенде, увидевший ее Типпетт сказал, что его профессия только что вымерла. Спилберг немедленно отказался от стоп-моушен-анимации, но самого Типпетта оставил в качестве консультанта. Он должен был следить уже за качеством анимации. Все это привело к параду отказов среди актеров и актрис. Никто из них не понимал, как будет выглядеть кино и все думали именно о стоп-моушен. Из-за нее, к примеру, отказались Уильям Хёрд и Робин Райт. Но были актеры и актрисы, которые не попали в кино по другим причинам. Увидев в книге шляпу, Спилберг сразу же позвонил Харрисону Форду и предложил ему роль Доктора Гранта. Но ознакомившись со сценарием, Форд отказал. Позже Спилберг в интервью рассказывал, что решение Форда было правильным. И он тоже это понимал. Всему виной была схожесть Доктора Гранта с Индианой Джонсом. Форд не захотел повторяться и убедил режиссера в том, что зрители на экране будут видеть именно Индиану Джонса, а не какого-то нового персонажа. Тогда Стивен Спилберг увидел в главной роли Курта Рассела. С Куртом велись долгие переговоры, но в итоге он Спилбергу отказал. Дело в том, что в те годы карьера актера была на взлете и его забрасывали предложениями. А потому Курт заламывал слишком большие гонорары. Спилберг просто не мог позволить себе большую звезду, ибо огромную часть бюджета необходимо было потратить на революционные спецэффекты. Тогда-то роли ушла Сэму Нилу, который стоил пару бургеров. Между Хелен Хант и Лорой Дерн Спилберг уже выбрал Дерн. Но свои попытки достать звезду Спилберг не оставил. Он, как и все в те годы, тоже пытался заполучить в свои ряды Шона Коннери. Коннери предлагали роль профессора Хаммонда. Ради него режиссер даже был готов существенно расширить эту роль. Но Шоннери не захотел сниматься в фильме про динозавров. Тоже предполагаю, что будет нечто вроде миллиона лет до нашей эры. Визуальные эффекты доставили много проблем на съемках. Никто не понимал, как правильно работать с еще новыми технологиями. Так что многие эпизоды фильма постоянно переснимали. Да снимать некоторые моменты приходилось в течение двух лет. Хотя если взять первоначальный съемочный процесс, то Спилберг по традиции шел на рекорд. Сняли кино всего за 72 дня. Эта цифра сильно увеличится позднее. Хотя стоп-моушен из фильма пропал, аниматроника осталась. До выхода фильма Чужой против Хищника именно Терекс из Парка Юрского периода был самым сложным аниматронным существом в истории Голливуда. Перебила его Королева Чужих в фильме Пола Андерсона 2004 года. В ней было в два раза больше работающих деталей. В кинотеатре фильм попал в июне 93-го. За первый уикенд проката Лентона собирала в американских кинотеатрах 47 миллионов долларов. Это был новый рекорд. Считается, что Парк Юрского периода утопил в прокате последнего киногероя Арнольда Шварценеггера. Его угораздило выйти через неделю после Парка. Но если попытаться разобраться, то какой-то части кассы Парк Арнольда и лишил. Но все-таки недобор фильма был бы в любом случае. Так как еще через неделю после Парка вышли Неспящие в Сиэтле и спокойно насобирали в прокате 227 миллионов, путешествуя рядом с Парком. А еще через неделю приехала фирма Тома Круза и тоже взяла в прокате 270 миллионов. Последний киногерой сильно популярен только у нас. Так что в его неудаче Парк поучаствовал, но полностью сваливать вину на него это скорее отговорка для бедных. В общемировом прокате Парк Юрского периода собрал более 900 миллионов долларов, став на момент выхода самым кассовым фильмом в истории. Позднее с разными перезапусками он добавит в свою копилку еще более 200 миллионов. Так что сейчас кино является одним из миллиардеров проката, но естественно уже далеко не самым кассовым. С сиквелом, который попал на большие экраны в 97 году, уже практически никаких проблем не было. Так как технологии еще продвинулись, многие эпизоды, которые пересняли или выкинули из фильма 93 года вернули. Правда Спилбергу все равно отказали несколько актеров, хотя фильм и считался гарантированным хитом. Жульет Бенош, например, соглашалась сыграть в фильме только динозавра и убедить ее изменить мнение не вышло. Отказался и Гарри Олдман. Он не стал предлагать себя на роль динозавра и сослался на своего друга Люка Бессона, который зафрахтовал его ранее. Первоначально этот фильм должен был называться Затерянный мир. Парк Юрского периода добавили уже перед выходом. Из-за того, что первый фильм породил массу подражателей специфических категорий, студия побоялась, что народ, увидев название, решит, что это один из подобных фильмов. Потратили на второй фильм уже 73 миллиона и на старте проката он взял 72. Это снова был рекорд первого уикенда. Но в отличие от первой части особой выдержки у ленты не было. Так что хотя она и стала вполне успешной, собрав в мировом прокате 618 миллионов, ждали от фильма все-таки большего. Зрителю и критикам кино не очень понравилось, из-за чего у него весьма посредственные оценки на западных ресурсах. Все это привело к тому, что Затерянный мир получил три номинации на золотую малину. Ни одной, правда, не получил. Фильму повезло выйти рядом с Кевином Костнером, который собрал почти весь урожай золотых малин с почтальоном. В Затерянном мире, кстати, есть забавная отсылка ко всей этой истории с гибелью последнего киногероя от рук Парка Юрского периода. Третий Парк Юрского периода – первый действительно проблемный фильм в серии. Хотя первоначально предполагалось, что все пройдет неплохо. По легенде, режиссер Джо Джонстон напросился в фильм «Быстро бегая вокруг Стивена Спилберга». Первоначально он хотел поставить второй фильм, но тогда за его плечами не было больших хитов и Спилберг его культурно послал, предложив поработать над Парком Юрского периода когда-нибудь потом. Потом наступило после выхода Затерянного мира и успеха в прокате Джуманджи Джо Джонстона. Третью часть Стивен ставить не хотел. У него были планы на спасение рядового Райана и на искусственный разум. Плюс первоначальный сценарий Спилберг находил очень сложным. Постановщик считал, что работа над таким фильмом отберет у него слишком много времени. Поэтому вспомнив о бегающем Джо, он с ним связался и поинтересовался, нет ли у Джо большого количества свободного времени. Джо опасность сразу не заметил и быстро согласился. В сложном варианте, который является идеей Спилберга, Сэм Нил должен был играть в фильме Тарзана. Он партизанил на острове несколько лет и жил на дереве. Этот сценарий отбраковали как только к проекту присоединился Джо. Тарзана он снимать не хотел и находил идею слишком фантастической. Спилберг согласился и даже наградил Джо полным творческим контролем будущего фильма. Забраковал Джо и второй вариант о школьниках против динозавров. На этот раз на остров засылали толпу детей и все они бегали и сражались с рапторами. Здесь хотели ввести гонки на мопедах от рапторов и водных рептилий. Это все потом всплывет в четвертом фильме. В работу же ушел сценарий про серийного убийцу, который оставлял от своих жертв только портки и сумки. В конце фильма маньяк превращался в главного босса птеродактиля. По ночам он выбирался с острова и добравшись до побережья хулиганил, нападая на гуляющих американцев. Расследование зверских убийств выводило на остров посреди океана. Туда и засылался герой Сэма Нила. Потом остров еще и начинали забрасывать атомными боеприпасами, так как птеродактиль был непобедим. К этому блокбастеру уже построили декорации и подписали Сэма Нила. За месяц до съемок Джо Джонстон вдруг сообщил Спилбергу, что выходит какая-то ерунда и надо все быстро менять. Старт съемок пришлось переносить, а 20 миллионов, которые уже потратили на фильм, бросили в печь. Бомбардировку острова и половину сюжета про серийного убийцу с расследованием выкинули. Решено было доставить Сэма Нила на остров более простым способом, например присоединив его к некой спасательной миссии. Забраковал Джо Джонстон и Лору Дерн в качестве спутницы Сэма Нила. Он посчитал, что Лора Дерн слишком сильно постарела за 10 лет. Сейчас бы Джо за подобное заявление вставили бы пропеллер в какое-нибудь важное место и здорово его раскрутили. После чего о Джо больше бы никто не слышал. Но в те дикие времена Дерн вот так просто вывели из основного сюжета и разрешили присутствовать в фильме всего пару минут. Новый сценарий уже писала толпа сценаристов. Джо старательно выкидывал из него весь юмор, так как динозавры это не шутки. Позднее один из сценаристов фильма Александр Пэйн проклинал Джо и требовал его как-нибудь наказать. По его словам, этот талантливый режиссер выкинул из сценария все лучшее, что в нем было и оставил только худшее. Да еще и от всех шуток, которые могли спасти даже такое кино, Джо избавился. Александр Пэйн позднее поставит как режиссер фильмы о Шмидте, Потомке и Небраску. В этих фильмах есть юмор, так что можно примерно понять, на что он намекает. В защиту Джонстона можно сказать, что стартовали съемки без готового сценария. Так что часто приходилось снимать, что попало, так как новых страниц сценария не было. Возможно, часть интересных идей, о которых переживал Пэйн, пропала именно из-за этого. Эти идеи приходили слишком поздно. Проклинал всех на съемках и актера Уильям Мэйси. Особенно он был недоволен из-за отсутствия Стивена Спилберга, который должен был играть роль талантливого продюсера, но на съемках ни разу не появился. Мэйси уверяет, что под занавес съемок его больше всего бесил стул с именем Спилберга, который всегда присутствовал на съемках, в отличие от самого Стивена. Спилберг, кстати, за свой талант получит 20% с будущей кассы фильма. То есть стул поработал вполне неплохо. Джонстон позднее расскажет, что несколько раз порывался уйти из проекта во время съемок, так как все катилось куда-то не туда, из-за отсутствующего сценария и убежавших продюсеров. Он, конечно, счастлив, что мог делать почти все, что угодно, но все его просьбы и предложения, тонули где-то вне драг-студии и он часто не знал, как ему быть. Все это привело к не самым лучшим тестовым показам, из-за которых из фильма исчезли несколько дорогостоящих эпизодов. Утверждалось, что они затягивали картину и смотреть фильм было скучно. Так как эти эпизоды были без компьютерной графики на тестовых показах, возможно это как-то влияло на ту самую скуку. Но из фильма их удалили и узнать, как бы оно выглядело с визуальной составляющей мы уже не можем. Досокращали фильм до того, что идет он всего полтора часа. Первые две ленты шли больше двух часов. Потратили на фильм в итоге 93 миллиона. Вторая часть стоила 73, а первая 63. В кинотеатр он попал летом 2001, где собрал 369 миллионов долларов. Для какого-нибудь другого фильма это был бы вполне неплохой результат. Но для парка Юрского периода такое падение было проблемой. Из-за чего серия ушла в отпуск. Он не предполагался настолько продолжительным. Но здесь вмешались уже стандартные для серии гениальные идеи сотни переписанных сценариев. На ранних этапах разработки мир Юрского периода имел гораздо более сумасшедший сюжет. Предполагалось, что главными злодеями фильма станут люди. Генно-модифицированные солдаты, которые получат ДНК Раптора. От подобного мощного твиста продюсеры по какой-то причине отказались. Иногда отказ списывают на то, что эта гениальная идея утекла в сеть и где-то что-то рвануло. Так что возможно снова виноваты глупые люди, которые не видели какой шедевр может получиться с подобным сюжетом. На ранних этапах разработки, как раз тогда, когда в фильме хотели использовать генно-модифицированный спецназ, главную роль должен был сыграть Харрисон Форд. На этот раз он не должен был бегать в шляпе и раскапывать кости. Так что он согласился. Но когда проект лег на полку, Форд ушел. Идею сценария, который уже и лег в основу фильма, придумали Стивен Спилберг и Марк Протасевич. Узнав об этой идее, Колин Треворов, в те годы имевший за плечами только фильм «Безопасность не гарантируется», написал сценарий фильма, с которым стал осаждать дом Стивена Спилберга. Почему его не побили, никто не знает. Стивен в конце концов согласился прочитать сценарий и неожиданно нашел его очень удачно. После этого Колин стал режиссером будущего фильма. Стивен Спилберг еще и сдерживал производство картины больше года. Студия пыталась запустить основную работу над ним еще в 2013. Но Спилберг считал, что сценарий нужно полировать и спешка может погубить будущий фильм. Так что итоговое кино уже отполировано. Моменты вроде тех, когда динозавра забыли поискать по датчику, ограничившись сканерами тепла, сразу в самые легендарные твисты. Продемонстрирован высочайший отполированный сценарный уровень. Здесь уже с актерами проблем не было. На кастинг выстроилась огромная очередь из звездных лицедеев. На ранних этапах производства собирался попасть в фильмы Джейсон Стейтом. Он мог быть модифицирован Раптором. А вот Кристен Стюарт не попала в фильм из-за возраста. Ее посчитали слишком молодой. Так что подписали Брайс Даллас Ховард. Крис Праджи утверждает, что согласился на главную роль в этом фильме из-за того, что Парк Юрского периода 93-го года является его самым любимым фильмом. Режиссер Колин Треворо рассказывал, что его первая версия фильма, которую он представил в студии, шла всего на 13 минут дольше варианта попавшего в кинотеатр. По словам режиссера, вырезать из фильма полностью пришлось лишь один эпизод. Остальные просто подверглись небольшим сокращениям. Первоначально мир Юрского периода должен был называться Парк Юрского периода вымирания. Но перед стартом рекламной кампании от этого названия избавились из-за его негативной окраски. Кто-то мог решить, что кино документальное. На старте проката фильм снова установил несколько рекордов. Лента обновила рекорд старта в американском прокате, сбросив с первого места Мстителей 2012 года. Мир Юрского периода превзошел всех на международной арене, обойдя Гарри Поттера и Дары Смерти. По итогу общемирового проката фильм собрал 1 миллиард 670 миллионов долларов. В данный момент фильм занимает 8 место в списке самых кассовых за всю историю. На момент выхода он и вовсе был третьим. Подвинуло его правда уже в том же 2015 пробуждение силы. Еще один отличный фильм с отполированным сценарием. После успеха первого мира Юрского периода авторы пообещали продемонстрировать зрителю в сиквеле этакий высокобюджетный хоррор, которого еще не знала франшиза. Заявлялось настолько возвышенное кино, что все вокруг должны были немедленно лопнуть от зависти. Хоррор с бюджетом в 150 миллионов долларов. Потом естественно что-то пошло не так. Когда авторы обещают что-то невероятное, чаще всего это означает только одно. Настоящие профессионалы, находящиеся у руля, не знают, что дальше делать. Первоначально предполагалось, что вторую часть поставит тот же Колин Треворова. Но после грандиозного успеха мира Юрского периода Колин поймал звезду и решил пойти на повышение. Этим повышением должны были стать Звездные войны. Именно он собирался поставить девятый фильм серии. И это обстоятельство перечеркивало возможность работы над Пятым парком. Так что Колин оставил все свои заготовки и мощный сценарий Хуану Антонио Байони. В фильме он остался как продюсер. Потом на Звездных войнах произошла Кэтлин Кеннеди и Колину дали его сценарием по шее. Судя по его скриптам к динозаврам, Звездные войны от него тоже могли бы быть специфическими. В плюсах у Глупца например не было Палыча, конной атаки на Звездолеты и всех этих Скайуокеров, которые расплодились по всей галактике. Но вместе с этим у него была Рей, которая и Ситх и Джедай одновременно. И могла топнув ножкой отправить Вселенную в Каменный Век. Главную роль получала Тика, которая становилась командующей всего на свете. А Оскар Айзек начинал теряя слюни бегать за Дейзи Ридли. Но там была и сипукка световым мечом. За такой ловкий поворот можно было бы опростить все что угодно. В общем очевидно, что сценарист из Колина очень талантливый. И весь этот талант он вложил в сценарий мира Юрского периода 2. Байона же в фильме был в основном механизмом. Через него в кино проталкивали все свои идеи Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Байона был открыт для всех предложений. Вставал в позу он только тогда, когда по его мнению предполагался совсем уж трэш. Он уговорил выкинуть из сценария битву Индорапторов, в результате которой оставался только один. Прямо как в Горца. Это была не случайная схватка. Индорапторы были умны и бились за то, чтобы остался только один. Это на самом деле не шутка. Попросил Байона удалить и все эпизоды с расселением динозавров по нашей планете. Колин все это потом вернет в третьем фильме, так как настолько эффектный отполированный ход терять было нельзя. В целом это все проблемы, с которыми столкнулся второй мир Юрского периода. Вспоминая производство третьего парка, можно сказать, что здесь все было идеально. В кинотеатре фильм попал в июне 2018 и при бюджете в 170 миллионов собрал в прокате 1 миллиард 308 миллионов долларов. Да, касса просела относительно первого мира, но не так сильно, как это сделал, к примеру, тот же восьмой эпизод Звездных войн относительно седьмого. И даже с таким результатом доход был огромным. Так что никакой работы над ошибками не предполагалось. Тем более вылетевший из Звездных войн Колин Тревору был готов вернуться и размахивал очередным гениальным сценарием. Колин неоднократно рассказывал о том, что у него в голове имеется вся трилогия. Продумал он ее еще в 2014 году, когда они со Спилбергом решили, что фильмы должны быть законченными, но иметь сильную связь, которая станет единым целым. Хотя продюсеры хотели видеть динозавров на улице, как это было в мире. Колин убедил всех, что это глупая затея и лучше подобное оставить Годзилле. А у них динозавры будут жить в лесу, так как подобное вполне могло бы быть, если бы динозавров смогли воссоздать и выпустить в дикую природу. Именно он захотел вернуть и старых героев, хотя и был уверен, что они откажутся. Но они сразу же согласились. Семнил и Лора Дерн, вернувшиеся во франшизу, сообщили, что увидели в режиссере фильма Колин и того самого Стивена Спилберга, который поставил фильм в 93-м году. Они не хотели сниматься, так как подозревали, что все это лишь попытка заработать на фаната. Но потом заметили сходство Тревора и Спилберга. Естественно, все сомнения немедленно исчезли, так как стало очевидно, что фильм будет отличным. Съемки Третьего мира пострадали из-за ковидных ограничений. Сперва их пришлось остановить в марте 2020. А когда через несколько месяцев они возобновились, на разные моменты, связанные с ограничениями и безопасностью, пришлось потратить больше 5 миллионов долларов. Из-за этих остановок предполагаемый бюджет в 165 миллионов раздулся до 185. Выход фильма тоже пришлось переносить с 21 года на 22. Колин уверяет, что это позволило ему исправить некоторые ошибки и отполировать не только сценарий, но и сам фильм. В качестве подопытных он использовал свою семью и друзей. Они были первой тестовой группой. Постановщик заявил, что ему пришлось помучаться, так как это была очень требовательная тестовая аудитория. Не обошел стороной фильмы скандал. Талантливая актриса Брайс Даллас Ховард, умеющая быть дочкой известного режиссера, считает несправедливым больше, чем у нее гонорар Криса Пратта за трилогию «Мир юрского периода». Актриса не называет цифр своего гонорара, но уверяет, что в сети можно найти ложь о том, что она получила 8 миллионов за фильм, а Крис Пратт 10. Ложь только о ее гонораре. Она получила не 8, а гораздо меньше. И ей просто не повезло. В 2014 году они подписались сразу на 3 фильма. И тогда было еще другое страшное время. И всем платили исходя из звездного статуса. Брайс не уточняет, почему же по ее мнению Крису Пратту заплатили больше. Но раз это несправедливо, то явно имеется в виду не более звездный статус актера. На самого Криса Пратта Ховард, правда, не злится. Актриса уверяет, что Пратт выбивал разные плюшки у студии Universal уже по ходу работ над трилогией, заодно выбивая плюшки и ей. Виноват во всем несправедливый мир. Актриса не может понять, почему ее звездный статус не такой, как у Дуэйна Джонсона или Сандры Булла. На самом деле какая-то мистика. В кинотеатре кино попало в июне 2022. Собрал фильм 1 миллиард 2 миллиона долларов. До этой планки ленту тащили за все, за что тащилось. Но планку взять удалось. Так что хотя фильм снова сильно просил относительно сиквела, касса у него все равно внушительная. И кино стало успешным. В общем, хотя сейчас серия снова ушла на перерыв, она еще точно вернется. Так как от подобных денег никто просто так не откажется. Возможно, в будущем мы все-таки увидим генномодифицированного Джейсона Стейтема. Второй и третий фильмы новой трилогии вплотную подошли к тому моменту, когда Джейсон, ломающий шею тираннозавра, уже не будет выглядеть чем-то удивительным. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи. Продолжение следует...